Привет, друзья! Я пришла сегодня на объект снять видео и фото о сделанной электрике. Сколько... Я на стене прям подписала до штробы сантиметры от угла и хожу с фотоаппаратом, снимаю видео и фото, чтобы потом, когда надо будет повесить полочку, мы могли точно понимать, в каком месте можно штробить, в каком нет. Это меня прораб научил. Обычно я просто фоткаю, снимаю видео, он меня научил прям проставлять размеры. Все размеры, куда я смогла дотянуться, я очень боюсь высоты. На первом этаже, в общем, я все проставила, все на видео сняла. Теперь вам расскажу, какая ошибка вылезла у меня и как мы ее решали. Значит, у меня здесь маленькая высота потолков, ну, маленькая для того, чтобы сделать второй этаж. 3 метра 25 сантиметров. Это для создания второго этажа, недостаточно этой высоты. Я задумала подиум для того, чтобы там спать. Это не полноценный этаж, это только спать. Я обзвонила всех своих подруг, у кого когда-либо был подиум, узнала, сколько должна быть высота. То есть понятно, что можно спать, если у вас там 70 сантиметров. Это понятно, что можно. Но гораздо комфортнее, если там полностью человек на матрасе может сесть в полный рост, ну, не ударяясь головой, чтобы ему было комфортно. Конечно, такой вариант предпочтительный. Внизу я оставила 190 от чистого пола. Да, понятно, это тоже мало. Хотелось бы там побольше, вдруг в высокий кто-то будет проходить. Но как бы в ситуации принимаешь решение, просто делишь верхний и нижний этаж, как-то делишь более объективно. В общем, внизу 190 до чистого пола. Наверху я понимала, что точные сантиметры мне никто не скажет. Но я надеюсь, что будет больше метра от матраса, уже от матраса, не от пола. Матрас от пружинного пришлось отказаться из-за того, что у него высота 20-25 сантиметров, а у меня каждый сантиметр на счету. Смотрите, вот второй этаж, вот первый этаж. И вот на втором этаже, смотрите, справа идет труба, ее нельзя убрать. И сзади горизонтально в дальнем углу идут провода белые. Это провода электрика соседей, ее нельзя убрать. И там должны были пойти гипсокартон, то есть закрыть рыжую трубу гипсокартон и эту электрику закрыть гипсокартон. В том гипсокартоне, где электрика, я вывела два светильника, два синих провода торчат, потому что там все равно будет гипсокартоном опускаться. Один светильник вывела здесь, бра на стену и выключатели по стенам. И вот я прихожу вчера, а у меня вот этот весь потолок, на котором сейчас вот один кабель по центру, этот потолок, он должен был быть весь вот этот до труб, остаться пустым. Высота, как сейчас, я планировала просто, чтобы мне его прошли грунтовкой, а потом прошли какой-то белой краской. То есть я хотела эти плиты прямо оставить нетронутыми, вот, потому что мне важен здесь каждый сантиметр высоты. Но я прихожу, и вот здесь вдоль стены, где много-много дырочек вот тут слева на потолке, у меня идут провода, 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 много-много проводов. Причем он так красиво все аккуратно вывел вот из этой вот коробки. Я такая в шоке смотрю на это, говорю, у нас проблема, у нас ошибка. Я вижу этот весь объем работ, который он сделал, и я как будто бы не вижу возможности это исправить. То есть я смотрю и понимаю, начинаю думать, что будет, если мы гипсокартоном по минимуму это опустим. То есть он мне говорит, ну ладно, как бы, да, вышло у нас недопонимание, давайте переделаем. А я стою и даже не могу представить, как переделать, потому что я вижу, какая большая работа проделана, и я-то не электрик, я не знаю, сколько это времени занимает все, и как это можно переделать. Я смотрю на это в шоке. И, в общем, мы с ним обсуждаем, как сделать минимальный гипсокартон, пустить над этим местом. Но тут сложно получается. То есть пускай это место, этот кусок потолка переходит в другой кусок, где идет воздуховод, у которого высота чуть больше, чем у этой коробки, в которой там провода внутри. То есть у коробки высота 6, у вентиляции высота там 8 почти. То есть потолок в итоге вместо там 7 сантиметров опустится на 10. И, в общем, мы с ним договариваемся, что он минимум вот это пускает, обсуждаем там еще миллион моментов. Я выхожу, иду домой и понимаю, что меня колбасит. Я понимаю, что я переживаю, что, возможно, мне, что, возможно, все-таки нужно переделывать. Я пишу всем своим друзьям посоветоваться. Я говорю, что вот у меня в чистоте получается высота метр 5 сантиметров. Метра 5. Тут я вспоминаю, что вот уже пола. Тут я вспоминаю, что у меня еще же матрас должен быть 10 сантиметров. То есть в чистоте останется 95. Понятно, что матрас прогибается. Но 95 с учетом... Если бы я понимала, что в моей высоте 3,22 остается 95, потому что нельзя больше получить, это был бы один вариант. Но я же каждый сантиметр, я же каждый сантиметр вымеряла. Каждый сантиметр важен здесь для комфорта. И я понимаю, что у меня должно быть в чистоте метр 5, а у меня 95. И что эти 10 сантиметров у меня отобрали как бы из-за того, что мы плохо обсудили, ну, чертежи были, в чертежах это все есть. Но, конечно же, здесь косяк и его, и мой. Потому что так как стены... Мы меняли стены, из-за толщины стены я нарисовала пеноблоки одной толщины. Он сказал, что такие не подойдут, нужно толще. Когда я поменяла пеноблоки, соответственно, изменились размеры. Плюс к этим пеноблокам же идет еще поклевка, штукатурка всякая, плюс плитка. И получается, что стена потом в итоге будет одной толщины, которая у меня показана на плане. А рабочим, которым кладут стены, я должна предоставить чертеж, на котором стоят именно их пеноблоки. Без плитки, без облицовки, без всего. А у меня на чертежах нарисованы были итоговые стены. Он говорит, они не поймут, они положат не то. Давай, говорит, переделаем. Я такая, окей-окей, села, перечертила стены чисто для рабочих, чтобы у них все было четко. Правильно. Это, кстати, мне очень понравилась эта тема, потому что с этими стенами у меня каждый раз возникал такой косяк. И мне просто люди как-то не объяснили, чтобы я это поняла. То есть, да, первоначальные вот эти стены, взводимые, я должна рисовать для рабочих именно толщину пеноблоков. А потом уже на всех остальных своих чертежах я включаю другой слой, на котором у меня стоят стены, уже с учетом облицовочного материала. Другой толщины больше, там на 2 см или на 3 см. Это стена толще получается. Вот. И из-за того, что мы вот эти стены меняли, получилось, что все чертежи немножко сдвинулись на несколько сантиметров. Вот. И поэтому я все старые чертежи забрала, новые откорректировала, скинула ему на почту, сказала, и распечатайте ли я распечатаю. Так никто их и не распечатал. И получилось, что у него только 4 чертежа по электрике бумажных, а моих всех остальных у него нет поправленных. А те я выкинула, чтобы не было путаницы. А он не посмотрел, потолок не проверил, он не понял. В общем, всем написал, кто-то говорит, давай попробуем переделать. В общем, я такая уже понимаю, что меня это прям беспокоит, прям сильно беспокоит. Я ему пишу, можем ли мы технически это сделать. А он мне говорил, что места очень мало. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, обойти по потолку это место никак нельзя. Вот, получается, что мы тогда эту электрику должны везти в санузле. А в санузле, во-первых, санузел маленький. Во-вторых, у него потолок вот. Всё, на этом потолок закончился. Тут ещё вентиляция идёт. То есть, видите, тут как бы и так уже плотненько. Всё довольно плотненько. Ну вот, он говорит, как бы можно, чисто теоретически-то можно. Но, конечно, геморройно. Геморройно, вот. Ну и для санузла это не очень хорошо, что там все провода у нас под потолком. Я ушла на том, что мы опускаем потолок гипсокартоном по минимуму в той зоне. Но потом, пока я шла, вспомнила ещё про матрас. Плюс все мои друзья, пока я им всё это формулировала, я для себя осознала, что всё-таки для меня это важно. То есть, одно дело, я в ремонте замечаю, что произошла ошибка, какое-то недопонимание. Но этот косяк, его уже нельзя исправить. Бывают такие ситуации, когда уже как бы нерентабельно вносить исправление. И когда ты потом в этом ремонте живёшь, я всё время думаю, блин, вот я не уследила, в такой-то день мне надо было прийти вовремя. Это поправить. Но каждый день тоже ходить не будешь, потому что всё равно жизнь как-то течёт своим чередом. И ты даже можешь прийти, но это можешь не заметить. В нужный день у меня так тоже было. В общем, я думаю, что нужно сделать, если я могу сейчас исправить, то я должна исправить. Если я исправить не могу, значит, я исправить не могу. И я буду перед своей совестью, буду спокойна, что я буду себе как бы говорить. Ну, нельзя было по-другому электрику провести. И я электрику пишу своему мастеру, говорю. А чисто теоретически мы можем распихать и переделать. Потому что, говорю, я что-то расстроилась и всё-таки переживаю за мою высоту. Говорю, и забыла, что ещё сожрёт 10 сантиметров матрас. Он говорит, я понял, да, можно сделать, да, геморрой, да, мы потеряем время. Нам придётся докупить ещё дополнительных проводов. Окей, ладно, всё, решаете, переделаю. Я ещё 5 минут думаю, говорю, окей, всё, переделаем. Всем друзьям пишу, как бы, спасибо вам всем, что поучаствовали. Будем переделать. Ну вот, я пришла сегодня, потолок разобран. Остались вот две коробки справа у канализационной трубы. Можно ли их будет сдвинуть чуть правее? Не знаю, но даже если к этой ступеньке от трубы добавится ещё одна ступенька на меньшую высоту, это будет всё равно лучше, чем весь общий потолок. В общем, друзья, что я хочу сказать. Если можно переделать, если я заметила, то лучше переделать. Если, конечно, я не заметила уже поздно, то тогда понятно, что это какие-то наши определённые уроки. У меня сейчас идут уроки. Это спокойно говорить о том, что мне не нравится. То есть это какое-то оттачивание границ. Что, если я заметила, не терпеть, не ждать долго, а сразу заметила, что мне не нравится, говорите об этом. Вот. И работник у меня очень, как сказать-то, порядочный, адекватный. То есть у нас как бы на этом даже не возникло никакого конфликта. Понятно, что и он, и я, мы расстроились, что проделаны лишние работы. Это лишний геморрой, это потери времени. Но, с другой стороны, всё равно никакого конфликта. То есть как раньше у меня было, буквально до истерик сотрудников, скажем так, что всё время, ну, блин, я работала дизайнером интерьера, я знаю, что это такое, я знаю, что такое дизайнер и технические моменты. То есть мастера, которые отвечают за технические моменты, они всегда против дизайнеров. Они нас не любят, потому что мы что-нибудь придумаем, а им делать. То есть им дизайн интерьера без идеи, когда просто, грубо говоря, спальня, кровать, две тумбочки. Вот для них так просто, потому что они делают этот типичный объект, три провода кинули, выключатели на стандартной высоте и всё такое. Им не надо заморачиваться. А наша каждая придумка дизайнерская, она требует творческого подхода, придумывания, куда, как эти коммуникации, как закрепить, как провести, и чтобы это не упало, чтобы это было функционально, чтобы это всё было классно. Это всегда такой определённый напряг. Он того стоит, и поэтому к дизайнерам обращаются. Но те, кто занимается технической частью, нас ненавидят. Я уверена, что мои девочки-подруги, кто занимается дизайном интерьера, меня поддержат, что это действительно так. В общем, я хотела с вами поделиться, показать, как идёт ремонт. Следующий у нас этап. Как я заложу свой корректор в стяжку. Потому что первый раз у меня в стяжке будет лежать мягкий этот материал рыжего цвета. Забыла, как он называется. Пеноплек, что ли. В общем, он будет лежать на том полу грязном, что есть сейчас. Потом на него будут лить стяжку. Потом будет ложиться тёплый электрический пол. А потом будет плитка. То есть, получается, я свои артефакты должна положить не на тот пол, что есть сейчас, а на этот пеноплекс. Но он же мягкий. И он такой, как бы... В общем, мы с прорабом поговорили и решили, что он положит свой пеноплекс. Потом я приду на нём, буду по нему ходить, размечу свои точки. Он мне вырежет или покажет, как вырезать в этом, значит, дырки. Прольём туда грунтовку, в эти места, чтобы беспылить. Прямо внутрь пеноплекса я туда на тот пол положу свои артефакты все. В эти дырки прям замажу раствором. И через пару дней, когда высохнет, зайдут, значит, бригады, которые заливают стяжку и зальют стяжку поверх. Какие-то крупные артефакты, типа камней, которые будут торчать. Они просто будут торчать из-за этого, значит, покрытия. Первый раз такое буду делать. Это будет вообще огонь-огнище. Так что ждите следующее видео. А с вами была Дарья Позняк. И до новых встреч!